Виталий Хеми Пока что биатлон не развит, но все в будущем. Говорим о спортивной инфраструктуре в целом. Начнем с города, продолжим областью, самой большой областью в стране, тем более регулярно какие-то события происходят. Что-то открывается, что-то, я надеюсь, будет поддерживаться в нормальном состоянии. Давайте начнем с городских объектов, которые номинально относятся к сфере областного совета. Не думаю, что Одесская обладминистрация стоит в стране. У нас в апреле должен был состояться юношеский этап чемпионата мира по хокке в Одесском дворце спорта. Но перенесли. Возможно, что-то будет в декабре. Сейчас, насколько я знаю, проводятся там ремонтные работы. Но по последней информации, родители детей, которые там занимаются, не очень довольны состоянием льда. Вообще есть нарекания. Но я так понимаю, что вопрос на контроле в любом случае у чиновников. Если касаться дворца спорта, действительно, тот юниорский чемпионат мира, который должен был быть, его перенесли в Киев. Я считаю, что это абсолютно оправданно. Я считаю, что из состояния латания дыр в такого рода объектах, как дворец спорта, как школа высшего спортивного мастерства олимпиец, которая воспитала ни одного олимпийского чемпиона или призера олимпийских игр чемпионатов мира, нужно переходить к каким-то комплексным решениям. И вот одно из таких комплексных решений, это озвученное совсем недавно главой обл. администрации Максимом Степановым, согласованное решение на уровне и кабинета министров, и областной администрации, решение по комплексной реконструкции, глобальное такое, первое за все время его существования, это дворца спорта. Мы планируем, что в 2019 году мы откроем совершенно обновленный дворец спорта. Он по-прежнему будет являться главной площадкой для, назовем их так, ледовых видов спорта. Это в первую очередь фигурное катание, традиция Одесской школы фигурного катания. Увы, немного в прошлом, но мы надеемся, что и в будущем, и в настоящем. Да, и Загороднюк, и Петренко, и в общем-то к Олимпиаде Баюл здесь готовилась, несмотря на то, что она не является уроженкой города Одессы. И так далее, и так далее, и так далее. Это и, пусть это не вызывает саркатическую усмешку наших слушателей, и одесский хоккей, который есть, который существует. И катают очень серьезно, я вам скажу, Сергей. В отличие от одесского биатлона, который является... Хоккей живой у нас. Да, да. Но это, помимо прочего, и мультифункциональная спортивная площадка. То есть это и возможность, поменяв соответствующее покрытие, на стиле соответствующее покрытие, проводить соревнования международного уровня и по баскетболу, и по гандболу, и по мини-футболу. Это и концертная площадка. По большому счету, то, как он используется сейчас, но в таком вот местечковом виде, назовем это. То есть мы не можем сюда привезти солидное международное соревнование, мы не можем на классном уровне провести даже всеукраинский какой-то чемпионат и так далее. О чем говорить, если родители детей, которые там сейчас занимаются, жалуются на уровень текущего покрытия льда, хотя все, что нужно, там делается. В воде даже приходится играть в хоккей. Ну, это так, последняя информация. Ну, то есть соглашусь, да. Следующая на этапе по очереди, это олимпиец. Здесь тоже можно написать не один том исследований на тему того, как долго и сколько, ну, скажем так, спортивная общественность требует и говорит о том, что этот объект, тоже нуждается в реконструкции. Скажу больше, с точки зрения развития спорта, в том числе спорта высоких достижений, именно олимпиец является более приоритетным, скажем так, тут нельзя говорить приоритетным, более-менее, более, ну, интересным, так давайте назовем, чем тот же дворец спорта. Дворец спорта, скорее, такое выставочное место. У города должно быть такое место, у области самой большой в Украине должно быть такое место, не в том состоянии, в котором у нас сейчас. А вот с точки зрения подготовки спортсменов, конечно, олимпиец нужно приводить в порядок, и это вот после дворца спорта следующий этап. Мы, к сожалению, не обладаем тем ресурсом, чтобы сейчас все сразу во все вложить, там не нужно забывать и о других объектах в области, а только в этом году в области будет открыто, уже делается и будет сделано достаточно большое количество объектов спортивной информации. Мы об этом чуть позже, вот пока не ушли от темы олимпийца, есть ли возможность, может быть, рассчитывать на государственную поддержку в этой связи, в случае надлежащей аргументации о том, что действительно и есть традиции, и необходимость есть, и может быть даже южный центр вокруг сделать, скажем так, вот в Николаеве, да, там есть фехтование, в Одессе там легкая атлетика, ну, чтобы какие-то вот эскизные. Мы рассчитываем, ну, дворец спорта, это пример как раз такой государственной, в том числе поддержки, это средства Державного фонда регионального розводка, то, что курируется Министерством регионального развития. Поэтому здесь тоже мы планируем, что это будет и средства ДФРР, и средства областного бюджета, и средства, которые смогут привлечься, аккумулировать народные депутаты, областные власти и так далее. В любом случае, я уверен, что следующий вот такой вот крупный инфраструктурно-спортивный объект в черте города, в городе Одессы, после Дворца спорта, это будет как раз Олимпийцы. Поскольку зимой, да, и вы тоже, как бы, знаете, что там, если дождь на улице, дождь в Олимпийце, снег на улице, практически минус в Олимпийце, поэтому очень важно, как бы, тоже обратить внимание всем ветвям власти, администрации, советуя, в том числе даже нардепам, которые... Ну, мы с коллегами-спортсменами общались, и действительно, вы абсолютно правы, что именно Одесса, Одесская область рассматривается как наиболее перспективная база с точки зрения базы развития легкой атлетики. У нас есть, слава богу, постепенно переходящий в такое вот хорошее состояние, правильное состояние стадион Динамо, тоже в качестве базы вот такой вот легкой, легкоатлетической, здесь будет Олимпийц, причем это будет приспособлено и для инваспорта. Это тоже очень важно. В государстве у нас нет ни одной специализированной базы по работе с спортсменами с ограниченными возможностями. Я думаю, что вот в таком комплексе мы сможем вот это вот саккумулировать и получить действительно вот такую вот спортивную жемчужину, а не просто жемчужину. Как раз, да, хотел следующий вопрос именно о Динамо задать. Мы осенью получили очень неплохой с точки зрения объект для занятий беговыми тренировками, качественное покрытие. Следующий шаг будет ядро толкать, молот метать, покрытие менять полностью. Я так понимаю, что очень многое от позиций ведомства зависит, да, от того хранителя? Да, безусловно. Это спорт общества Динамо есть, которое тоже развивается. И мы с Виктором Петровичем Коржом, это замф от своего Динамо, ну, в хорошем контакте мы обсуждали и обсуждаем возможность и многофункционального гимнастического манежа там. Это тоже уже такая притчевая языц их судьба спортивной гимнастики, да и не только в городе Одесса. И там сейчас ведутся работы, там сейчас ведутся работы как раз по вот таким вот легкоатлетическим дисциплинам, не беговым, для того, чтобы, ну, следующий этап, скажем так, работ, который в этом году будет тоже закончен. Как раз о гимнастике, да, все время меня на шаг опережает Сергей, показывает, что вы тут в теме, как и положено первому одному из совместителей губернатора. Говоря о гимнастике, мы помним вечные, скажем так, походы, да, приходы, визиты к губернатору родителей, гимнастов. Диалог ведется, уже мама и папа немножко спокойнее, понимают, что процесс пойдет, как говорил один из совместителей. Да, мы, ну, я, скажем так, разобью задачу на несколько этапов. Есть тактические, скажем так, решения, стратегические. Тактически, то помещение в СКА, где они занимались, сейчас законсервировано, оно готовится к ремонту, заканчиваются проектные работы, и есть полное взаимопонимание. Было недавно общение Максима Степанова с Степаном Полдораком, министром обороны, и Министерство обороны выделяет средства. И мы оказываем соответствующую помощь тем, чтобы сделать комплексный ремонт, это, скорее, стратегическое все-таки, я уже перехожу, комплексный ремонт этого зала в СКА. Кроме этого, есть тактическое решение. Сейчас мы дали возможность, договорились, и я здесь благодарен руководству Южноукраинского педагогического университета. Дети занимаются в спортзале Южноукраинского педагогического университета. Да, это не идеально приспособленный для занятий именно спортивной гимнастикой зал, но полностью те цели, которые ставят перед спортсменами пока такого уровня, этот зал все этим целям соответствует. Дети там занимаются, дети довольны, мы недавно общались с родителями. То есть, ну, закрыв, скажем так, вот эту вот зияющую дыру, мы вот сейчас вот комплексно подходим вот к этому вот вопросу. Продолжим говорить о спорте, который традиционно успешен, может быть, успехи в прошлом. Не так давно баскетбольный клуб «Динамо» выиграл высшую лигу. Да, это не суперлига, да, это, может быть, не Бипо, но, тем не менее, успех какой-никакой для баскетбола. Поздравляем команду Олега Юшкина и Геннадия Кузнецова. Баскетбол и «Динамо» и «Бипо» играют в «Краяне». Что такое спортзал «Краян», который называется сейчас спорткомплекс Одессы, говорить вам не надо. Безусловно, его немножко привели в порядок, там несколько сот тысяч кривен потратили, но, тем не менее, для того, чтобы принимать возможные матчи Еврокубков, то тоже спорткомплекс не приспособлен. Я так понимаю, что получить в Одессе такую серьезную арену баскетбольную можно будет только после восстановления и реконструкции Дворца спорта, потому что нехватка в миллионном городе баскетбольной арены – это… Есть два варианта. Дворец спорта, безусловно, и это будет какое-то решение, но это не будет, скажем так, узкоспециализированная баскетбольная арена. И, грубо говоря, если в какой-то день будет нужно туда зайти и баскетболистам, и фигуристам, и гандболистам, то, ну, будет кто-то страдать в любом случае. Тем не менее, в качестве такой витринной, эталонной площадки это будет Дворец спорта. Кроме этого, существует программа Федерации баскетбола Украины, мы здесь тоже в тесном контакте с Михаилом Бродским, по софинансированию и строительству специализированных баскетбольных современных площадок на условиях софинансирования 30 на 30 на 30. 30 миллионов дает Федерация баскетбола, 30 миллионов областные власти, 30 городские, и предоставляют площадку. И вот в течение небольшого времени, потому что это модульная конструкция, строится современный классный спортивный зал, там, по-моему, 2500 мест, могут немного ошибаться. Баскетбольная площадка, там тренировочные соответствующие, там раздевалки, ну, в общем, все современно, красиво, правильно, хорошо, кондиционирование, вентиляция и так далее. Мы готовы, областная администрация с областным советом, мы готовы эти средства саккумулировать, ну, Федерация баскетбола тоже. Мы, скажем так, ждем соответствующие действия от городской власти, насколько мне известно, там они предпринимаются, тем более, что, соответственно, профильный вице-мэр Павел Владимирович Вугельман, он избран главой областной федерации баскетбола, с чем его непременно поздравить, и я думаю, что вот, ну, в такой вот коллаборации мы сможем осилить и современный спортзал именно под баскетбол в городе. Место найдется, есть у вас информация? От города зависит, я, насколько знаю, были разные разговоры, были предложения по Спартаку, по территории, где сейчас Спартак, там тоже есть определенные, там, ну, виды, то есть, там, я не готов сейчас озвучить информацию, не владея полным спектром, скорее, это вопрос к городским властям, как только город решит вопрос с локацией, мы включимся по полной программе с точки зрения сопровождения процесса и с федерацией баскетбола, и с областью. А в области, вот, вернемся к теме, которую вот-вот тоже немного затронули, строительство небольших стадионов, и стадионов побольше, по всем районным центрам и поселам, безусловно, идея очень правильная, но важно что, на мой взгляд, важно допуск, разумеется, уход, эксплуатация, потому что мы несколько лет назад это все проходили, помните, в Одессе урок футбола в школах, урок футбола в школах внедряли, и потому что... В России, в Украине было. Да, в том числе, я просто помню, в Одессе несколько площадок, что потом превратили эти площадки, к сожалению, и футбол нельзя было играть, в общем, система будет какая-то, вот, завершенный цикл. Это, ну, вот, лучший вопрос, который можно было задать про это, потому что я готовился к вопросу о том, сколько мы их откроем, я об этом готов сказать, это не проблема. Действительно, мультифункциональные такие площадки, главное же не поставить их, это очень важно, а наполнить их потом жизнью. Только что вот вернулся буквально перед эфиром был в Доброславе, где в прошлом году как раз мультифункциональный такой стадион открыт, проезжали просто мимо, там он битком, он буквально битком, он открыт для всех. Главное здесь, чтобы это не была просто сама по себе площадка, не на чем содержание, это либо при какой-то школе должно быть так, чтобы за ней кто-то следил, либо при детской, юношеской спортивной школе, либо еще при каком-то ведомстве, какой-то структуре, так, чтобы она, ну говоря казенным языком, утримывалась, чтобы на это был специальный человек выделен и так далее. Второе, это наполнить действительным смыслом. Здесь мы ведем переговоры с несколькими футбольными школами, в том числе и с Черноморсом, которые готовы тоже на таких волонтерских началах, как только такие площадки станут по области, мультифункциональных мы планируем в этом году не менее 15, я думаю, что 17, если все будет нормально, у нас уже средства в областном бюджете на это заложены, на условиях софинансирования, плюс еще не меньше 20 по согласованию с Федерацией футбола Украины, совсем недавно, на прошлой неделе, здесь был президент Федерации Андрей Павелкин, Кулигу Чепунов привозил. Безусловно, да, да. И здесь тоже вот таких площадок. И так, чтобы это наполнить контентом, так, чтобы были какие-то тренировки, были какие-то соревнования и так далее. Мы вообще комплексно на это смотрим, мы изучаем опыт, я уже не один раз это говорил, в том числе той же Исландии, которая в конце 90-х была на последнем месте в Европе по подростковому алкоголизму и наркомании, но научно подойдя к этому, не просто на тыков площадок, скажем так, они научно к этому подошли. То есть, какой там был подход, для того, чтобы нам предложить замену алкоголизму и наркомании, давайте предложим замену тому кайфу, который они от этого получают. Кайф какой получается, вот эти эндорфины и так далее, за счет либо занятий спортом, либо занятий музыкой, танцами, либо каких-то еще активностей, походы и так далее. Там куча было мероприятий, мы плотно взаимодействуем, я думаю, что, кстати, в ближайшее время мы посетим Каунас, где среди стран постсоветских лучше всего имплементировали как раз эту исландскую программу, она там реально пошла, поехала. Вообще на региональном уровне они лучше всего получаются, чем на уровне отдельных государств. И по большому счету, ну вот если брать пример той же Исландии, на сегодня она там предпоследняя или там третья с конца с точки зрения вот этих подростковых вещей. Там помимо просто объектов инфраструктуры, на каждую семью выделяется на месяц определенная сумма, ваучерники, которые они обязаны потратить только на активности для детей какие-то, будь то спортивные, будь то танцевальные или еще какие-то. Там еще куча мер, мероприятий. Эта программа эволюционирует. Ее начали делать в конце 90-х, когда была задача детей, скажем так, увезти с улицы куда-то, в том числе и домой. Сейчас программа эволюционирует, потому что, уводя детей домой, мы их неминуемо уводим в киберпространство, где они тоже теряются, где свои опасности. И там, ну то есть, это такое вот получается, вот такое дерево вариантов, в каждом из которых есть какие-то траектории, с которыми мы будем в том числе и знакомиться. И вот эти вот объекты спортивной инфраструктуры, это лишь один из просто шагов, это инструмент, это не сама цель. Но мы должны понимать, что это все должно поддерживаться. Поддерживаться не за счет воздуха, или божьей воли при всем уважении. Свет, где-то что-то залатать, что-то отлетело, прикрутить, возможно, раздевалки, убрать, уважать труд уборщиц, гривны уважать, а не только словом. Этот вопрос как-то будет тонко разъяснен, что да. Однозначно, это все, безусловно, они будут на содержании у громад, там, где они находятся. Это глупо, неправильно, абсолютно патерналистски, и не перспективно, чтобы это было на утренание какого-то там областного коммунального предприятия или еще что-то. Безусловно, ответственность в первую очередь громад. Но учитывая то, что то, как активно фактически стали в очередь громады за вот этим софинансированием по строительству площадок, я уверен, что не будет больших проблем, тем более, что это будет при каких-то структурах, которые так или иначе все равно, там есть штатные единицы для этого, там есть специальные мощности выделенные, там, я не знаю, электричество, там, вода и так далее, и так далее. Поэтому я здесь не вижу проблем. Это не будет стоять в чистом поле, приходи, делай, что хочешь, через три месяца там летают пустые, там, кульки, бутылки, там, и так далее. Не, на том плане, что если вот нужно вот сдать засвет с завода на уборку, чтобы люди воспринимали, это может быть как-то нормально, тогда отчетность должна быть, вот чистая, прозрачная. Ну, понятно, да, да. То есть это не должно быть каким-то объектом, где по выходным дням играют, там, только мужики, там, футбол побегают, там, представители силовых органов, там, как правило, по выходным играют в спортзалах у нас, и все, все остальное время, там, может, раз в неделю урок какой-то прошел. В таком случае, я соглашусь, это будет действительно, ну, крайне низкий КПД, неэффективная трата. Ну, это все зависит от людей, которые, в общем-то, будут... Ну, я всегда говорю, да, что можно много чего предлагать, ну, как только в людях сама своя ответственность просыпается, отсутствие ответственности в наших людях и потакание коррупции, это две главных проблемы нашего общества, я считаю. Спасибо, Сергей, поговорили о спорте, будем говорить еще, тем более, наверняка, вот и хорошие новости, новые объекты, в том числе и в Одессе, будут открываться. Приходите к нам, обязательно встретим вас с улыбкой искренней на лице. Спасибо, до свидания. Оставайтесь на репортере, берегите себя, до новых встреч в эфире.